Пёс Сергеевич, вот Россию захлестнула волна коррупции. И даже это и президент признаёт, и премьер-министр на выборах говорят, что у нас это главная проблема, у которой невозможно найти выход. Скажите, а вообще коррупция, это понятие для России и вообще для мира, оно как бы современное или коррупция была всегда? Ну, наказание за взяточничество предусматривалось ещё законами Хаммураби. Это 4000 лет тому назад. И за взятки наказывали египетские фараоны. Так что это история с большой историей. Поэтому пагубное воздействие коррупции как таковой, оно проявляется в любых странах. И в странах с демократическим режимом, и в странах с авторитарным режимом. Это плохо всегда. Ну, а после промышленной революции что-то изменилось? Как ни странно, промышленная революция привела к всплеску коррупции. И за взятки люди покупали у чиновников различные права, например, право на монополию, производство или продажи. Столкнувшись с этим, во многих европейских странах борьба с коррупцией была возведена в ранг государственной политики. То есть люди, стоящие у власти, поняли, что со взятками-откатами развития, экономического развития у страны не будет. Хорошо бы нам понять сейчас это тоже. Да, а скажите, опыт каких стран был наиболее прогрессивен в этом вопросе? Ну, я мог бы привести опыт США. Там антикоррупционные законы чрезвычайно жестокие. Так, за различные виды коррупции, например, за взятку или за кикбекинг, это выплата части незаконных денег участнику сделки, предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или даже тюремное заключение до 15 лет. Либо и то, и другое одновременно. А в некоторых случаях вообще и 20 лет дают. Ничего себе. Законы США предусматривают наказание за дачу и за получение взятки. То есть и за то, и за другое. За получение вознаграждения, за услуги, входящие в круг обязанностей чиновника. Ну, как у нас часто бывает, так, мне нужно получить какую-то справку, я прихожу, мне говорят, что через месяц зайдите, так, а вот если я там тысячу, другую, третью, пятую, мне справку выпишут сразу же. Вот за такого рода услуги чиновник может получить два года, а то и более. Потому что поощрение, по американским законам, чиновник имеет право получать только от государства, от правительства. И ни в коем случае не от граждан. Пёс Сергеевич, мы сейчас видим такую картину в России, например, когда на руководящих постах оказываются дочки, сыночки и друзья, приближенных к большим министрам или большим чиновникам в России. Вот можно ли вот в США устроить, например, своего друга или родственника на работу? По поводу устройства на работу, на федеральную государственную службу, существует специальный закон, который предусматривает уголовное наказание за это. Даже за то, что человек за устройство кого-то потребовал с него денежные или имущественные блага, что-нибудь в таком стиле. Виновный наказывается лишением свободы на один год или штрафом в размере требуемой взятки. Сколько просит, вот такой штраф и будет платить. Так? Но исключение есть. Это исключение для специальных кадровых агентств, которые занимаются подбором чиновников на государственную службу. Это их обязанность. Им это поручено. Поэтому, естественно, что их сотрудники за это не наказываются. То есть у государственных чиновников нет никакого иммунитета? Нет иммунитета для любых должностных лиц. Президента можно посадить в тюрьму. И конгрессмена, и сенатора. И конгрессмена, и сенатора. Любой чиновник, включая президента, конгрессмена и сенатора, может быть привлечен к уголовной ответственности, но, правда, в особом порядке после отстранения его от должности. Но, как мы знаем из американской практики, от должности его отстраняют очень легко за взятки. Да, но президента, по-моему, ни разу не отстраняли там. В Соединенных Штатах ни разу, но мы вспомним, как посадили президента в Южной Корее, как посадили президента в Израиле, как премьер-министра в Италии привлекли к суду. Это в нормальных демократических странах, где все равны перед законом, это естественно. Пёс Сергеевич, а какие профилактирующие меры в США применяются для борьбы с коррупцией? В 1958 году Конгресс принял кодекс этики правительственной службы, которому должны следовать все государственные чиновники. Вот интересно прослушать, что это за кодекс, что он говорит. Он говорит о том, что любой человек, находящийся на правительственной службе, должен ставить преданность моральным принципам и государству выше преданности лицам, каким бы то ни было, партии или государственным органам. Мораль превыше всего. Представляете? ФСБ, КГБ, ЦРУ, неважно. Всех по боку. Мораль важнее всего. Человек, который работает на государственной службе, обязан исполнять Конституцию США и законы США, постановления органов власти и никогда не поддерживать тех, кто уклоняется от их исполнения. То есть мало того, что ты сам должен быть законопослушным, но ты еще и не можешь никак поддерживать тех, кто от него отклоняется. Тебя за это привлекут. Нужно государственному служащему работать весь трудовой день за установленную плату, прилагая необходимые усилия и мысли для выполнения своих обязанностей. Если ты плохо работаешь, ты долго на должности не усидишь. Нужно находить и применять наиболее эффективные и экономичные способы решения поставленных задач. Если ты дурь какую-нибудь предлагаешь, как у нас часто бывает, то ты, опять-таки, долго в кресле чиновника не усидишь. Никогда не прибегать к дискриминации. По любым параметрам. Возраст, пол, национальность. Никому не предоставлять специальные блага или привилегии. Как за вознаграждение, так и без вознаграждения. Вот нельзя делать кого-то, выделять. Все равны перед законом. Не давать никаких обещаний, касающихся должностных своих обязанностей. Даже обещать нельзя. Поскольку государственные служащие не может выступать, как частное лицо при исполнении государственных обязанностей. Скажите, а депутатов это тоже касается? Шлина Сената и Конгресса? Конечно. Это касается и депутатов, и конгрессменов. Причем в 1962 году Конгрессом США были приняты так называемые официальные нормы поведения выборных должностных лиц. Ну, то есть депутатов, мэров, членов обоих палат парламента. А в 1965 году распоряжением президента Джонсона были установлены стандартные поведения, этические нормы должностных лиц. В 1978 году эти правила обрели форму закона об этике служащих государственных органов. То есть, вы понимаете, отличие США от нас заключается в том, что у нас надо что-то конкретное украсть, там, сыр, хлеб или автомашину. А у них наказывают за нарушение этических норм, что для нас просто немыслимо. Что это такое этическая норма? Она вот заключается... Это называется, плохо себя ведешь или хорошо ведешь себя, так? Поступаешь честно или нечестно, справедливо или несправедливо. Ты нарушил этические нормы, ты поступаешь несправедливо, ты будешь состранен от государственной должности, и ты будешь, может быть, даже осужден. Но понятие справедливости и нравственности, оно же разное у всех. Но здесь все это конкретизируется, так? В октябре 1990 года этот закон был подкреплен исполнительным приказом президента США, который так и называется. Принципы этики поведения должностных лиц и служащих государственного аппарата. Эти принципы были распространены не только на чиновников высшего ранга, но и на рядовых госслужащих. По приказу президента госслужащие не должны участвовать в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование закрытой правительственной информации. Не должны и все. Они не могут в какой бы то ни было форме поощрять подношения, подарочки, взятки, так, от любых лиц или группы лиц. Не могут. Вообще говоря, они не имеют права даже иметь вместе с этими группами какие-то общие дела или осуществлять деятельность, регулируемую органом, в котором они работают. То есть, если это полиция, дорожная, например, но она не может, не имеет права по заявлению, исходя из интересов жителей какой-нибудь там привилегированной слободы, установить объездные знаки на то, чтобы все объезжали эту слободу. Не может. И вообще говоря, американские госслужащие обязаны докладывать в соответствующие инстанции обо всех замеченных ими случаях разрушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции. То есть, если вы работаете на государственной службе, вы обязаны быть информантом обо всех незаконных делах. И если будет доказано, что вы знали, но не сообщили, то вам в правительственных органах не работать. Вообще, контролем за исполнением вот этих этических устремлений, которыми должны руководствоваться госслужащие, в каждой организации занимаются специально выделенные лица, даже целые подразделения. Они все время контролируют, чтобы люди работали честно, чтобы они работали без взяток, без откатов. И тем более, без каких бы то ни было поблажек и прочее, прочее, прочее. Вообще, для чиновника последствия обнаружения допущенных им нарушений могут выразиться очень болезненно. Его могут просто дисквалифицировать, его могут перевести на низшую должность, его могут, в лучшем случае, прекратить конфликтные финансовые связи. А при серьезных нарушениях, возможно, привлечение к уголовной ответственности. Петр Сергеевич, а какой-нибудь побочный заработок для чиновников, он разрешен? Вы знаете, в Соединенных Штатах Америки с этим строго. Так, работа по совместительству для государственных чиновников ограничивается. Размеры должен не превышать 15% оклада. Вот 15% оклада можно, а вот больше нельзя. Даже если ты нанялся следить за соседским грудным ребенком. Нельзя и все. Так, при этом, это ограничение распространяется на должностных лиц всех ветвей власти. За исключением членов Сената США. Вот так у них сделано. И чиновники, назначаемые президентом США, вообще не могут получать какой бы то ни был доход в течение всего срока службы. За услуги и деятельность, которая выходит за рамки непосредственных служебных обязанностей. То есть, они не могут, мягко говоря, получить деньги за то, что они кому-то помогли колесо поменять. То есть, когда у нас сейчас в парламенте сидят артисты, спортсмены, которых там натыкали от Единой России, и они, естественно, зарабатывают не только в Государственной Думе сидя-сидя, но и на концертах, и на спортивных соревнованиях, и занимаясь этими тренерской работой. То есть, такое в США бы не допустили. Это невозможно по американским законам. Человек должен работать на государственной службе на государство. То есть, на всех американцев. А ограничена ли стоимость подарков для чиновников? Да. Государственные служащие и его супруга могут в течение календарного года принять подарки, цена которых в совокупности не превышает 100 долларов. Копейки. Получив подарок выше допустимой стоимости, государственные служащие обязаны в течение 60 дней сдать его в соответствующий орган своего ведомства. Где у них там склады подарков, я не знаю. Принять он может? Нет. Вот если он получил и по каким-то этическим соображениям, то есть, он приехал в другую страну, ему высказывают уважение, так, и дарят ему что-то такое, ну, допустим, там, дорогое расписанное кости-черепахи, так, которые стоят, черт знает сколько, в магазине, так, зоологическом. Вот он должен приехать и сдать этот панцирь черепаший в соответствующее хранилище подарков. И там эти, в эти подарки они все и выставляются. Я был там, я видел, там огромное количество таких подарков. Ну, это не только в США. Например, я недавно был в Баку, и там есть музей Гейдара Алеева. И все вазочки, которые мы подарили, рюмочки там, и костюмы тоже размещены в музее. Может быть, конечно, не все подарки там размещены. Да, да, да. Ну, это практика есть. Но тут вот прикрыто. Хорошо. Петр Сергеевич, а если ушел с госслужбы, то как распространяются эти правила? Вообще, люди, которые работали государственными чиновниками, получают определенное поражение в правах на несколько лет. они, не сказать, это два года, как правило, так, им запрещено выполнять представительские функции в тех учреждениях, где они раньше работали. То есть, если я работал в полиции, так, а потом ко мне сосед обратится с просьбой, помоги мне разрешить конфликт, я тут наехал на корову, то полицейский не пойдет. Он не имеет права обращаться в тот государственный орган, в котором он работал. Два года полное поражение в правах. И это распространяется на всех, в том числе и на министров, на старших чиновников исполнительной власти. Они не должны поддерживать контакты с прежним местом работы. Не могут представлять чьи-то интересы по любому вопросу. А у нас это слошь и рядом. Если говорить про нас, про Россию, то у нас взяточничество это, знаете, как цемент, который скрепляет кирпичи стены дома. Убери взятки. И такое впечатление, что государство наше развалится. Потому что наши чиновники, они воспринимают свою службу как своего рода бизнес. То есть, вот они сидят на этой должности, оказывают услуги в обход или вперед. И получают за это мзду. А потом покупают на это себе особняки. Это касается всего. До введения ЕГЭ люди, работавшие в университетах, могли покупать себе квартиры каждые 6 лет. Представляете, какой уровень взяточничества был в высшей школе. Если посмотреть на то, как полицейские работают на дорогах, то, посмотрите, из Москвы, из Петербурга в Финляндию. Наши граждане гонят 120-130 км в час, их остановят полицейские, полицейскому дают взятку, продолжают опять ехать в скорости 130 км в час. А полицейские делят эту взятку в определенной пропорции и дают выше лейтенанту. А лейтенант дает капитана, капитан дает полковнику. И так до самого министра. То есть у нас вся эта система снизу доверху предельно коррумпирована. Нам нужно менять всю политическую систему. Только это позволит нам избавиться от взяток. И я должен сказать, что примеры такой эффективной, успешной борьбы со взяточеством есть в мире. Например, Южная Корея. Ведь там по конфессуанским традициям идти к чиновнику без подношения было нельзя. Это было просто неприлично. Нужно было идти обязательно с подарком. И чем больше у тебя была проблема, тем больше ты должен был нести подарок. Но корейцы с этим справились? Они сумели это выкорчевать? Там теперь сумма подарочка мизерная. Чуть-чуть больше стакана газированной воды. И люди выполняют. Да, Петр Сергей, спасибо за этот интересный рассказ. Когда слушаешь наших комментаторов, которые называют себя патриотами, они говорят, что у России особый путь, нам нечему учиться у других стран, но на самом деле есть чему поучиться, потому что этот особый путь России, как правило, ведет нас в бездну вот этой коррупции, в бездну нищеты и отставания от всего цивилизованного мира. Я согласен. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова